Один батальон, 18 бронежилетов выдали. 18 бронежилетов, и это для понимания контингент людей, это те, кто не смог убежать от комендантского патруля, когда объявили мобилизацию. Для участия в боях в рядах оккупационной российской армии из так называемой Донецкой Республики мобилизованы тяжелобольные. Среди них больные астмой и туперкулезом. И это те, кто не смог сбежать во время мобилизации. Об этом заявил начальник штаба одного из батальонов оккупационной армии. Начальник штаба сообщил, что на весь батальон выдано всего 18 бронежилетов. Нет средств для оказания медицинской помощи. А необходимые медикаменты закупаются за счет офицеров и солдат. Офицер оккупационной армии отметил, что среди солдат растет недовольство, назревает бунт. Солдаты отказываются идти вперед. То есть это хронические болезни у людей. Это все шахтеры, это все с профильными заболеваниями люди. От них требуют невозможного, от них требуют маневрирования на 20 километров за 2 часа. Техники в батальоне нет никакой вообще в принципе по штату. Мы все с ума обеспечениями. Мы сшибаем по грошам, средства связи сшибаем по грошам. Медицина это просто. Если бы не было медицины извне, обычными волонтерами, которые приезжают, у нас были бы потери просто сумасшедшие. Я вынужден, как начальник штаба батальона, искать аппараты Елизарова. Заказывать их, заказывать, покупать за свои деньги. Мы собираем кассу батальона. Вот у нас собирает каждый офицер по 10 тысяч, каждый рядовой собирает по 2 тысячи. Мы собираем так, потому что у нас по третий батальона осталось. От них требует невозможно. Ребята держатся в последней силе. У меня уже бунты в этих батальонах. Мы не идем, мы не пойдем. Отношение, конечно, такое. Нам все сочувствуют. Продукты питания, топливо, слава богу, это еще поступает. Человеческий ресурс просто как расходный материал. Это у нас разговор идет о? 27-18. Это самый левый фланг 2-го армейского корпуса. Самый левый фланг. Мы сейчас в ДНРе стоим. У меня люди спрашивают, почему мы стоим в ДНРе. Почему мы не воюем за ЛНР? В ЛНР осталось 2 населенных пункта. У меня начинает свой солдат спрашивать, почему мы освобождаем ДНР. А пойдем ли мы дальше? Зачем нам Харьковская область? Это я. Вопросы, как бы, я как офицер понимаю, что эти вопросы надо пресекать. Надо их, значит, вглушить. Но, как бы, для себя я ответа тоже получить ни у кого не могу. Что будет дальше? Что будет дальше с этими людьми? Это резервисты. Это не контрактники. Это их насобирали. Ну, вот, загнали в военкоматы на шахтах всех там, допустим. Никто. Медицин, медконтроль вообще никто не проходил. Вот, кромой, косой, осматик, с туберкулезом люди, их забирают и все. Вперед за орденами. Это, крик душ.